Можно еще один вопрос? Да, конечно. Вы вчера говорили... А всех устраивает, что мы вот так беседуем? Нормально же? Раскрываются какие-то вещи, да? Вы вчера говорили... Мне нужно увидеть человека, я не вижу. Где? Вы, да? Вы говорили вчера о семьях, когда кто-то отдает, кто-то забирает. Нет, нет, это не так. Смотрите, сейчас давайте я раскрою эту тему. Я только вкратце коснулся. Вот смотрите, есть семьи, в которых ругаются оба. Я как раз хотела это спросить. Это означает, что вы не в благости. У вас не в благости семья, у вас нет отношений. Вы каждый отстаиваете свои права, у вас жизнь в страсти. Это жизнь людей, которые пытаются добиться своего счастья с помощью других людей. Это страсть называется. Там нет любви, ничего нет. Просто желание добиться своего и все. Должны понимать, что такое любовь сейчас. И что же в таких семьях делать? То же самое. Допустим, если у вас не готово ничего на обед, вы говорите, Олег Геннадьевич, ну что же теперь делать? Если у нас ничего не готово на обед, надо готовить. А слушать уже сейчас хочется. Вы же не слышите, Олег Геннадьевич? Можно вопрос? Здравствуйте. Подождите, подождите. Я не ответил еще. Это очень важная такая тема для всех. Смотрите. Сначала есть два варианта. Когда люди не имеют отношения, два варианта. Или первый вариант. Мы просто улыбаемся друг другу, но у нас в сердцах камень. Мы делаем крутой вид. Перед всеми показываем, какая у нас классная семья. В сердцах два холодильника просто. Один холодильник и второй мороз. Понимаете? И мороз дает возможность не париться. То есть у нас нормально все в семье, мы не паримся. Не паримся означает ничего нет. Если что-то есть, придется париться. Нет ничего, просто холод. Понимаете? Но какой холод выгодный, взаимовыгодный? Потому что мы вместе работаем. У нас все классно, деньги есть. Я как бы удовлетворяю свои потребности. И она удовлетворяет свои. У нас вместе все хорошо. Секс есть. У нас с сексом все классно. То есть мы наслаждаемся друг другу. Не означает любовь. У нас есть деньги, мы наслаждаемся друг другом. У нас есть квартира или будет скоро. У нас есть хорошее положение в обществе. У нас все классно. Мы на понтах. На волне. Это все временно, потому что волна пойдет спадать. Люди не могут всю жизнь на волне жить. Придется попасть под волну. А под волной вот эта вот такая жизнь, холодная, она что делает? Разошлись, как море кораблей. Сразу просто люди как жили вместе, так и разъехались. Никаких эмоций, никаких желаний, ничего. Просто к обеду не жди твой песик. Все. До свидания. И никакой любви не было, и жизни никакой не было. Просто глупость была, и все. Дальше второй вариант. Когда люди все-таки пытаются открыть друг другу сердце, у них возникает конфликт. Но так как они не понимают, как жить вообще вместе, что надо служить, прощать, терпеть, они этого не понимают. Им хочется доказать свое и получить свое счастье. В результате начинается ругань, скандалы. Каждый отстаивает свое. И для того, чтобы помириться, надо принять формально, что ты согласен. Например, человек говорит тебе, ну говори со мной помягче, что ты все время эмоции, эмоции. Ладно, согласна. Но ты тогда вот делай это. Приняла она, что надо поменьше эмоций, она ничего не приняла. Она просто внешне пытается вести себя как надо, и все. У нее нет понимания, что человеку больно там, ему тяжело такое поведение. Нет никакого понимания. Просто желание есть, чтобы он тоже пошел навстречу. То есть такое желание, ты мне, я тебе, дашь, подашь. Понимаете, это не любовь. Любовь означает понимание. Здесь нет никакого понимания, просто договоренность внешняя. И люди другаются друг с другом, у них нет возможности любить, отдавать, прощать и так далее. Следующий момент. Когда люди начинают заниматься духовной практикой, то выстраиваются отношения к благости. В отношения к благости есть два человека. Один принимает трудности от человека, отдает любовь. Принимает трудности, отдает любовь. А другой отдает трудности, но принимает любовь. Когда человек принимает любовь, что у него в сердце возникает? Благодарность, чувство нужности этого человека в моей жизни. А тот, кто отдает любовь, он сильно меняет себя, очищает свое сердце и работает над собой. Чаще всего, когда семья входит в благость, такая позиция возникает. Как вы думаете, кому в вашей семье придется отдавать любовь? Вам или вашему близкому человеку? Женщине, мужчине, вы ошибаетесь. Не женщине и мужчине, а тем, кто пришел на лекцию, придется отдавать любовь. Это вам придется мучиться, потому что Бог выбрал вас. Близкий человек же не работает над собой, ему это не надо. Теперь, если вы оба на лекции, и вы оба работаете над собой, значит у вас будет другая ситуация. Есть вероятность, что вы оба начнете отдавать любовь. Но вам будет казаться, что вы отдаете любовь, а он нет. И только когда между вами, между сердцами наступит гармония, вы тогда начнете чувствовать отдачу близкого человека. Каким образом отдавать любовь и чувствовать, что ты унижен в отношениях, тем, что ты любишь, а тебя не любят, это нормально. Это признак накопления отношений. Это вызывает уважение в сердце близкого человека, благодарность, которую нельзя отменить. Вот, допустим, если вы бескорыстно трудитесь для близкого человека, прощаете его, пытаетесь отношения в сердце остановить. Может ли человек отказаться от благодарности в своем сердце в результате такого вашего поведения? Может ли он быть неблагодарным или нет? Какие у вас мнения? Может, может и такое быть. Да? Вы ошибаетесь. Это невозможно. Значит, может скрывать. Это факт. Не может, а чаще всего это и делает. Благодарность будет копиться в сердце. Наступит такой момент, когда вы почувствуете, что пора. Вот ваше сердце скажет, все, теперь я не должна уже больше так служить. Я должна стать строгой с ним. И вы как бы просто отстранитесь от него, и так очень строго будете сдержанно с ним себя вести. И тогда он почувствует, что он теряет, и у него произойдет взрыв в сердце. Он начнет раскаиваться, просить ваших отношений и так далее. Понимаете? Дерево любви принесет плоды. Понятно, да? Это происходит неожиданно. Кажется, что это человекокаменное сердце, он никогда не будет вести себя по-другому. Вы можете быть в этом убеждены. Но когда приходит время, вы увидите, как консервная банка открывается. Точно так же его сердце откроется неожиданно для вас, потому что в нем тайно копится благодарность. Вот если я буду сейчас искренне служить вам на лекциях, заботиться о том, чтобы вы все поняли, неужели в вашем сердце не будет копиться благодарность? Разве это возможно? Конечно, копится благодарность. Я тоже так считаю, что человек не может защититься от любви. Можно от ненависти, от злобы защититься. От любви защиты нет. Если ты проявляешь любовь, и человек слушает, то она проходит в сердце. От нее невозможно защититься. А любовь дает благодарность всегда. А этот момент не надо улавливать. Точно так же, как тучи, когда накапливаются в небе, наступает дождь, так и ваше желание действовать по-другому вспыхнет в какой-то момент в вашей жизни само. Но знайте, что есть другой вариант. Я вам сейчас его в виде вопроса и ответа расскажу. Вопрос. Олег Геннадьевич, у меня совсем по-другому в жизни происходит. Я от своего мужа отстранилась, мы вместе слушаем лекции, я от своего мужа отстранилась на две недели. И он мне позвонил, говорит, слушай, отстранись, пожалуйста, еще на две недели. Я так отдыхаю без тебя. Это означает, что эта женщина никогда ему не служила. она хочет использовать отношения и приняла такой удобный способ отстраняться, что вызывает отдых просто у него в сердце, потому что она его мучила, она не заботилась о нем, просто его мучила все время. И сама же обеспокоилась, что она отстранилась, потому что по факту он ей служил. Он говорит, ну хорошо, ты как бы побудь отдельно, я отдыхаю. Когда человек искренне служит близкому человеку, у него нет чувства разлуки, его сердце связано с близким человеком, у него нет чувства потери, он не оскорблен в отношениях, он всегда очень сильно в отношениях чувствует себя, хотя он постоянно заботится о близком человеке. Здесь нет унижения, здесь нет несчастья и нет страданий. Пример Золушка. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера проснилась мне. Помните Золушка, она заботилась, служила, все ей мучили, она такая радостная всегда, счастливая. Почему? Это называется бескорыстное служение. Такое служение невозможно без отношений с Богом. Золушке каждый день нужно было молиться, чтобы так себя вести. Эту часть сказки не показали, к сожалению. У человека собственных сил не хватит так жить. Но когда человек так живет, он никогда не унижен. Да, человек искренне служит близким, у него нет унижения, в этом нет унижения никогда. В этом есть только победа. И когда близкий человек, типа, я поживу без тебя, хорошо, сердце спокойное, иди поживи. Почему? Потому что он должен, а не я. Я весь свой долг отдала. Иди поживи, попробуй без меня. Он пожил и вернулся назад, как ободранный пес. Почему так произошло? Потому что он не понял, кто кому давал в этой семье. А теперь придется понять, потому что жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Человек не может жить без любви. Понимаете? Мы можем эксплуатировать любовь, использовать ее, но жить без нее невозможно. Если вы начали отдавать энергии любви, вы на высоте и в большом преимуществе в семейной жизни. Но это преимущество вскроется не скоро. Чуть-чуть попозже. Спасибо. Спасибо.